Владимир Вольфович, значит, гимн поменяли. Почему не поменять флаг, решил Владимир Вольфович. Чего-то этот триколор, какие-то неприятные ассоциации у него с ним связаны. Да, да. Почему бы не взять... Демократы с ним ходили. Да, да. Почему бы... Ельцин в 91-м году. Черно-белый-желтый флаг не взять... Не запятный. Его, да, да. Его фашисты, так сказать, националисты радикальные. Почему его бы не взять? Да, интересно, кого бы отвести в императора. Интересно, Романова... Наверное, Владимира Вольфовича. Да, Романовы сразу возражать начали. Очень мудро поступили, потому что Владимир Вольфович на этом не остановился бы. На замене флага. Он бы от имени Романовых начал вести пропаганду в пользу воссоздания КГБ, которое, как он утверждал бы, было еще, значит, в царской России. Я думаю, что если Владимир Вольфович, конечно, не заменит все это на свои собственные средства, а это тебе не дим, гонорар Михалкову и все, это очень-очень большая работа. Это ведь не только ткани, а ведь еще и форма, и самолеты, и бог знает, что... Слушай, а что это за движение? Большие расходы будут. А орлу начали... С чего это вдруг? Неужели исчезли информационные поводы? Или страшно их касаться? И орла там поменять, и флаг поменять. Может быть, они наконец на гимн покусятся, на слова теперь осталось, и восстановят, а это замечательные фразы насчет союза нерушимого республик свободных. Я думаю, что чекисты не станут выкидывать столько денег на замену флага. Слишком много уже успели и на танках нарисовать, и на самолетах нарисовать. Я думаю, что Владимиру Вольфовичу будет предложено все перешить и перекратить за свой счет. Если так посчитать, издержки, это всего его состояния и того, что он охватал ЛГПР, не хватит. Вы трагматичные, Валерий Ильич. Вот это нас и спасет, я думаю. Чекисты не будут кидать такие деньги Жириновскому под хвост. Жириновский угадал их чаянием. Конечно, им этот флаг, он как раздражитель, как красная тряпка для быка. Если бы они могли, они бы не то что наимперский. Они бы он на красный флаг с серпом и молотом заменили. Проблема вся в том, что они из себя выдают 22 августа. К символике так относятся. Странно, в общем, но всего лишь на всего символы. Или из этих символов хаждаются... Я тебе сказал, что они маньяки. Вот без статуи Держинского им одиноко. Без барельефа Андропова на Лубянке им скучно. И каждый раз, когда они видят триколор, у них выделяется желудочный сок. Хочется кого-то порвать. Они все помнят. Поэтому каждый год 22 августа, когда они разгоняют митинг демократов и не дают Борису Немцову с государственным флагом походить по Новому Арбату, они просто себя выдают. Нет, нет, но вот эта вот реакция милиции или полиции сейчас на триколор, на государственный флаг, это понятно. Может быть, это инстинкт советской милиции, ныне полиции, российской... Ныне советской полиции. Ныне советской полиции, да. Это инстинктивные действия. Тут сначала хватает, потом соображают, вспоминают, что это как другая... Я в другом роде государственный флаг. Другая страна, да. Но первая сигнальная система, понимаешь, она срабатывает. Безусловный инстинкт срабатывает. И у Владимира Вольфовича срабатывает безусловный инстинкт. Я думаю, что он просто начал пянуть новые идеи. Значит, он пропустил с Орлом дискуссию. Там занят был чем-то, видимо, там арифметикой считал. Своё состояние пропустил. Теперь просто пытаются нагнать, попиариться на... Вообще-то Орла, если уж заниматься геральдикой, то нынешней России гораздо бы больше подошла ощипанная ворона. Да, возможно.